Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и я пришел уже к такому решению. Наверное, начну рубрику на своем канале, которая будет называться «Удятина-нудятина». В ней я буду вещать на свою любимую тему, тему аутентичной восточной арабской удовой парфюмерии. Поскольку этот контент, эта тема, она достаточно такая специфистская, да, как сказал бы классик. Интересно буквально единицам, но тем не менее, почему нет? Тем более, что мне это нравится, а канал у меня больше как персональный парфюмерный блог-формат. Поэтому хочу и говорю, не хотите, не смотрите. Как-то так. Поехали! Итак, друзья, у нас сейчас в Питере настоящие тропики, почти что как в Дубайске, жара 30 градусов. И в связи с этим, I'm craving for Ud, я страстно хочу, испытываю потребность пользоваться удовыми ароматами. Аутентичными арабскими удовыми ароматами, или как их удофилы, любители называют, ласково говноудами. Поскольку это лучшее время вообще для пользования такой парфюмерией. И я по-прежнему в поисках своего лучшего, своего идеального уда. И продолжаю исследования. И, например, уже я полностью, что называется, всосал и переварил весь бренд Монталь. Ну, если так грубо говорить, могу сказать, что я разбираюсь в бренде Монталь. И весь изюм я из него повыковыривал, что касается удовой парфюмерии. И это, естественно, такие вещи, как и Уд Эдишн, и Дарк Уд, и Блэк Уд, Интенс Блэк Уд. И многие-многие другие. То есть, тему Монталя я закрыл. Но в данный момент меня волнует бренд Серджов. И в связи с тем, что бренд Серджов, у него флаконов еще больше, чем у Монталя. Несмотря на то, что весь хейт и все дерьмецо достается Монталью за количество флаконов. Но Серджов далеко опережает Монталь по количеству флаконов. И я буквально вот на днях был в одном магазине, в котором представлено сразу более 50 флаконов бренда Серджов. И я в активном, скажем так, всасывании и переваривании бренда Серджов. Но я уже могу сейчас сказать, что в принципе он в том, что касается Востока. А Серджов, они тоже, у них есть явный восточный уклон. В принципе, они очень схожи с Монталем. Схожи они тем, Серджов и Монталь в том, что касается Востока. Что, во-первых, это также все французский парфюмерный мейнстрим. То есть, несмотря на итальянскую прописку, парфюмы делают французы, французские парфюмеры из французского сырья. И вторая схожесть, это адаптированный Восток. То есть, Восток, который пропущен через призму, через носы, через оптику французских парфюмеров. И по сути, в том, что касается Востока, Серджов это по сути тоже монобренд, бренд одного парфюмера. Потому что подавляющую часть, где-то 90, наверное, процентов всех восточных, в том числе удовых парфюмов, в том числе так называемых говноудов, клепает. Лучшее слово в данном случае клепает, потому что это носит такой тоже массовый конвейерный характер. Испанский парфюмер Крис Морис, он же Кристиан Карбонель. Причем он клепает не только для Серджов. Для Серджов у него, наверное, штук 50 работ. А также и для других брендов. И также он активно перепродает эти формулы другим брендам, другим маркам. Там Каджал, пожалуйста, или Каял, как он правильно произносится. Кеми, блендинг. Ну, то есть парфюмер, который не брезгует ничем. И, кстати, у Серджов, это тоже мой, так сказать, эмпирический опыт. У них тоже дофига всего сделанного по мотивам. Вот Монталя часто упрекают, что он такой гнусный воришка и копирует известные парфюмерные хиты. Серджов тоже этим занимается очень активно. Вот из последних буквально, вот я вчера нюхал Акварегия. Пожалуйста, Стефан Умберлюка, Солнце Джиды, копия. Есть у них и свой Утвуд. Есть у них, ну, практически все парфюмерные хиты так или иначе дуплицируются у Серджов. Но у Серджов у меня на данный момент возбудили и вызвали во мне такой неподдельный интерес. Два откровенных таких, как я их ласково называю, говнауда. Это Ильм и Кеми. Кстати, вот эти вещи Крис Морис, он перепродал потом другому бренду, который так и называется Кеми Блендинг Мэджик. Что-то такое. То есть, то же самое, только под другим брендом. Кстати, перенюхал я всю линейку Ут Старс. Серджов, все вот эти вот зафары, мамлюки и прочее. Там очень тоже много парфюмов, которых сам черт ногу сломит. Но я хочу сказать, конечно, что это не Ут и не Старс. Это просто такие, ну, скажем так, generic oriental fragrances. То есть, такие типичные подделки в восточном стиле французских парфюмеров. Ну, то есть, объективно, ну, нечему там зацепиться носом. И дело даже не в цене, хотя дело и в ней. Ну, например, вот такого вот страстного желания, как, например, вот в случае с Монталь Ут Эдишн, восхищение, нескрываемого возбуждения, я не почувствовал. И на данный момент у меня вот такое вот волнение. Я испытываю и желание офлаконить Ильм и Кеми. И вот на днях, как раз вот была жара, я нанес на кожу и походил весь день и в Ильм, и в Кеми. И все-таки чаша весов, она еще пока до конца не перевесила, брать или не брать. Но уже несколько выводов я сделал для себя. И первый вывод, конечно, он достаточно такой неутешительный. И тут дело даже не в этой пресловутой и дурацкой абсолютно натуральности Уда. Почему-то, когда вот речь заходит об Удовых парфюмах, у всех всегда вопрос, а натуральный ли там Уд? При этом, когда, допустим, какой-нибудь цитрусовый свежак или, я там не знаю, табачный парфюм, никто никогда не спрашивает, а натуральный ли там цитрус или натуральный ли там табак или натуральная ли там кожа в амбрелезер. Ну, то есть, это достаточно глупо, и я, в принципе, не стремлюсь к вот этому натуральному. Для меня главное, чтобы это было максимально похоже на вот Real Thing, на настоящие Удовые Атары. И второй критерий, чтобы в этом был какой-то характер, хук, зацепка. Да, вот, кстати, недавно посетил у себя в Телеграме Варек Каджал Варек, который Крис Морис сделал для бренда Каджал. Вот это прям восторг. Один из... Ну, честно говоря, он не особо как бы Удовый парфюм. Он больше так вот восточный, древесно-пряный, гашишно-Удово какой-то. Все сразу вместе. То есть, гомноудом его конкретно не назовешь. Ну, этот парфюм, вот, он попадает в десятку. То есть, там все. И характер, и индивидуальность, и уникальность. Вот в том, что касается Ильма и Кеми, я испытал, с одной стороны, они мне нравятся. Да, это действительно стилизация под гомноуд. Причем я предельно четко понимаю, что это тоже адаптация. То есть, это все-таки Удовый парфюм, сделанный через призму, через оптику западного парфюмера. Но адаптация очень хорошая. То есть, там вот, используя вот эти вот химические молекулы, все вот эти вот скотолы, индолы и прочие вот эти вот вонючие субстанции, довольно-таки интересно и так схематично имитируются вот эти вот настоящие Удовые Аттары, Удовые Абсолюты, Удовые Масла. Но проблема в том, что я вот походил в Кеми и в Ильме весь день, и я просто понимаю, что это уже было. И у меня вот есть Уд Плаза РВ Гампс, тоже премиальная линейка РВ Гампс, тоже говноуд французский, тоже стилизация. И я вот так вот начинаю таким вот чутьем, помноженным на эмпирический такой опыт, я начинаю приходить к выводу, что все-таки это уже такое общее место. Опять же, возьмите вот этот вот Сильвер Уд последний от Мадам Заракян для Муажа Опус 13 Сильвер Уд. Ну, в принципе, вот те же яйца. То есть, есть уже некоторое такое ощущение общего места и есть уже ощущение и подозрение небезосновательное, что где-то в дебрях концерна Живодан, да, вот эти люди в белых халатах, Удовая база номер один, Удовая база номер два, Удовая база номер три. То есть, все уже заранее сделано и плюс-минус там вот они мешают, такое ощущение, что они все из одной бочки, что Сильвер Уд, что Ильм, что Кеми, что вот этот вот Уд Плаза. И это несколько так расстраивает и обесценивает и уничтожает магию, да, то есть вот ощущение магии, какой-то волшебства, уникальности, чего-то такого вот соприкосновения с какой-то вот сказкой, да, здесь нету. Ощущение такого массового растиражированного такого продукта, ну, образно говоря, попса, да, попса. И, конечно, это расстраивает. И, конечно, вот я так, ну, я еще до конца не решил, ну, если выбирать вот между Ильм и Кеми, то я, конечно, выберу Ильм. При том, что они где-то на процентов на 90 схожи, Ильм все-таки он более такой пожирнее, погуще. В нем есть какой-то такой вот сырно-кожанно такой животный аккорд. Кеми по суше более такой, менее животный, менее такой вонючий. Вот этот вот тоже он похож, но этот больше уходит в базе в такой древесно-пряный, тут и сандалы, и нагармоты, что-то такое вот. Вот, но они все вот три похожи. И самый, знаете, какое было ощущение такого подпиленного сука, да, или такого полного фейла, когда меня в этом парфюмерном магазине консультант просто убило, когда я ей задал вопрос. Девушка, ну вот, да, Ильм, вот Кеми, вот представляете, да, из 50 где-то флаконов серджев, вот два таких вот парфюма, которые зацепили, но которые при этом вызывают некоторые сомнения брать или не брать. И я говорю, девушка, ну вот есть что-нибудь еще такое удовое, настоящее, трушное? Ну вот Кеми, Ильм, да, Муаш Опус Сильвер Ут, кстати, Опус Сильвер Ут мне категорически не нравится, потому что в нем проступает вот этот вот парфюмерный стиль, а точнее говоря, острые хищные зубы Сесиль Заракян. И я вообще не люблю Заракян, Сесиль парфюмера, за ее такой очень агрессивный и очень такой грубый стиль, за любовь вот к этим современным химонам. То есть она для меня такая честная пионерка, отличница вот этой парфюмерной школы Исипка, которая просто орет. Вот у нее стиль это крик, виск, вопль, вот во всем, будь то там Нишана Аня, будь то там Маск Милана Танго, будь то там Амуаш Опус 13 Сильвер Ут. И я помню, взял после вот этого Сильвер Ут, сравнил напрямую с Кувейтским Атаром, у меня есть от Адариса, натуральный удовый Атар. Примерно в таком же стиле, такой дымноватый животный, древесный уд, и я просто был поражен, насколько все-таки вот Заракян, она все-таки такая злючка, сучка-злючка. Так вот, девушка меня, консультант, окончательно подкосила, я уже все-таки нацеливался на Ильм, ну, я ей говорю, ну, есть еще что-нибудь такое трушное удовое. И тут она мне подсовывает бренд, о котором я никогда раньше не слышал, впервые увидел и услышал, бренд называется Strange Love, Strange Love, ник Нью-Йорк-Сити, американский бренд, и у них парфюм называется Dead of Night, я не знаю, как это переводится, мертвой ночью или мертвая ночь, Dead of Night. В общем, мертвый и ночь, удовый парфюм, и я вот понюхал его, и меня, честно говоря, просто пронзило, я просто обомлел, мне очень он понравился, и я обалдел от того, насколько там качественно, натурально, мягко, вот, обыграна вот эта тема арабского говноуда, и, конечно, сразу же вот эти вот и Ильм, и Кеми Серджевские, они в сравнении поблекли, потому что, в принципе, даже бюджетные арабы сегодня, вот я недавно делал обзор Рассаси Факат Лил Риджал, или Аль-Хармаин, вот эта юбилейная серия Платинум Уд, они, в принципе, делают вот такие тоже синтетические говноуды, а-ля Кеми, а-ля Ильм, делают, ну, не хуже, при этом по цене, там, в пять раз дешевле. Но тут даже дело не в цене, а именно, вот, ухватить вот эту вот эстетику, ухватить фишку. В общем, вот этот вот Dead of Night от Strange Love меня поразил и попал мне в самое сердце, и он поразил меня, во-первых, своим натуральным удовым звучанием, и, конечно, я уже говорил, да, что я не циклюсь, там, натуральный, ненатуральный, мне по барабану, главное, чтобы пахло хорошо, но меня удивило, все-таки, насколько он вот так вот пронзительно, ну, волшебно, красиво, мягко звучит, тоже говноуд, то есть, настоящий вот этот вонючий животный уд, роза, пряности, нетривиально, очень круто, я уже потянулся за кошельком, и тут, внимание, 30 миллилитров у них стоит, или 50, 50 миллилитров у них стоит 40 тысяч, а 100 миллилитров у них стоит 60 тысяч, Карл, 60 тысяч рублей за 100 миллилитров, конечно же, нет, конечно же, нет, ну, не настолько я прям, даже, как сказать, не настолько хочу, в конце концов, за такие деньги можно купить русского Адама, даже дешевле, можно купить Бортникова, можно купить, заказать натуральные удовые оттары, и, как русский Адам, обмазываться этим коричневым дерьмом с ног до головы и ловитель факторной оргазмы, нет, ну, вот 60 тысяч, и, конечно, в этом плане они посоревнуются с Фредериком Малем, с его вот этими уже набившими оскомину найтами, мунами и прочими вот этими удовой линейкой, которая тоже, я к ней отношусь весьма и весьма скептически, за исключением Промиса, который не является удом и который при этом является моим ароматным я. В общем, Стрэндж Лав меня удивили, удивили очень сильно, вот этот вот Дэд Ов Найт, просто шикарный говноудина, говноудище, говноудочка, просто прелестный, прекрасный, но 60 тысяч за 100 миллилитров, ну, это надо прям очень сильно захотеть, чтобы купить за такую сумму духи, да еще даже, даже если будучи и не бедным, ну, мне кажется, это просто безумие, 60 тысяч, ну, нет, вот, но вот этот вот Стрэндж Лав, он подкосил, окончательно, практически убил мое желание офлаконить Ильм или Кеми, но все-таки я пока до конца не решил, но возможно, я все-таки на Ильм я решусь, все-таки вот к этому Эрве Гампсу и к Арабам это будет достойная пара, тем более вот в базе Ильм вообще шикарно звучит, все-таки, наверное, возьму Ильм, но пока не говорю ни да, ни нет, ну, вот такие вот у меня мысли в изучении вот этого непростого, интересного, завораживающего, многообразного мира аутентичных удовых парфюмов. На этом пока все на сегодня, благодарю за внимание и до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok